Русские новости. Давай, проклятием заклемённый... Вы что творите? ТАААААААААААААААААААААААААААААААААААК! Выборы выборами, а жизнь идёт. 282 статья продолжает работать. В Сергиевом Посаде проходит процесс у казачьего атамана Турухина, которого судят по все той же пресловутой русской 282 статье. За что? За выступление на митинге после крестного хода, который состоялся еще в 2014 году. И опять фальсифицированные экспертизы, опять наглые судьи, опять совершенно бесстыдные прокуроры. Все повторяется по одной и той же схеме, которая свидетельствует о полном разложении правоохранительной системы России. И вот один из кандидатов в президенты, Павел Грудинин, отвечает на вопрос о его отношении к 282 статье. И оказывается, что он сам пострадал от этой статьи, что весьма ценно. То есть он на своей шкуре прочувствовал, что такое российские суды и что такое политические репрессии в виде 282 статьи. Я по этой статье, по 222, был снят с выборов прошлых. Меня взяли и сняли с выборов, потому что была опубликована статья, которую как будто бы признали экстремистской. А потом через 2,5 года я доказал судом, что никакого экстремизма там не было, но выборы уже прошли. Но 2,5 года я не мог никуда избираться, не мог ничего делать. На самом деле, эта статья, на мой взгляд, это система подавления общества. В нашей программе есть следующее, что все люди, которые осуждены по ответственности второй статьи незаконно, должны быть выпущены, реабилитированы. А второе, что нужно сделать, это, конечно, вообще эту статью переписать или вообще убрать. Она не уголовная, на мой взгляд. Ну, казалось бы, Павел Грудинин не особенно и пострадал. Ну, что такое, там, 2-3 года для того, чтобы тебя выключили из политической системы, из политической жизни. Ничего особенного, ну, для предпринимателя может быть. Представим себе общественно-политического деятеля. Для него это почти катастрофическое состояние, когда его убирают вообще с поля зрения и не позволяют ему заниматься тем, чему он посвящает жизнь. У нас есть политические репрессии, у нас есть политические заключенные, их тысячи. У нас пострадавших от политических репрессий, наверное, уже десятки, может быть, даже сотни тысяч, потому что судят за какой-нибудь репост, за какую-нибудь ссылку, за картинку. Вот сейчас Юрий Екишев сидит в тюрьме, потому что когда-то в преснопамятном, неизвестно каком году, он якобы разместил в сети картиночку, которую эксперт расценил как оскорбление евреев. Там на картинке нарисована крыса и эксперт со своими антропологическими, глубокими антропологическими знаниями, имея, правда, только лингвистическое образование, а может, психологическое, я не знаю. В общем, разницы нет, образования как такового нет. Но, тем не менее, эксперт решил, что эта крыса похожа на еврея. Поэтому картинка оскорбляет всех евреев, хотя ни один еврей не оскорбился и не заявил о том, что он оскорблен. В отсутствии пострадавшего у нас человека берут, сажают за решетку и ведут следствие. Долгое, длинное, видимо, пока выбора не закончится, это следствие будет продолжаться, и человек будет сидеть в тюрьме. И с атаманом Турухиным происходит примерно то же самое. Длительная процедура следствия, хотя он не заключен под стражу, тем не менее, это выключает его из общественной жизни, а он является главой казачьей общины Сергиева Посадской. И все усилия теперь общественников направлены не на то, чтобы, например, выяснять, что там на выборах у нас творится и кто против Путина. Против Путина, оказывается, у нас только Павел Грудинин. Естественно, казаки даже не знают. Я присутствовал на суде в качестве специалиста, выступал. И когда я сказал казакам, что Павел Грудинин выступил против 282 статьи, они сразу сказали, Люба, вот это правильно. Вот это понятно, что Путин никогда этого не скажет, потому что он является инициатором всех этих политических репрессий. Кто может остановить эти репрессии, помимо Грудинина? Да никто и шансов не имеет быть избранным. А Грудинин имеет. Поэтому те, против кого возбуждались дела по 282 статье, конечно, должны голосовать за свою надежду. Грудинин сказал, реабилитируем. Мы ему должны поверить, на что делать, как нам по-другому быть. Мы почему должны верить? Потому что он сам является репрессированным по этой статье. Может быть, серьезных последствий у него не наступило, но тем не менее, это существенный элемент, когда человек имеет какие-то сходные переживания с теми, кто реально пострадал от этой статьи, отсидел реальный срок или условный срок, или какие-то запреты на общественную деятельность получил, существенные для него. На суде в Сергиевом Посаде против Атамана Тарухина состоялось очень интересное событие во время опроса меня как специалиста. Я, как положено, составил объемное мнение специалистов, которое разгромило там камень на камень и оставило, от тех мнений специалистов, которые привлекали следователей. Я рассказывал, откуда берется, откуда словосочетание, собственно, к которому и предъявили претензии следователи, жида большевики, откуда оно, собственно, появилось, откуда появилось убеждение, что слово «жид» является оскорбительным. Ну, я привожу пример, что я говорю, вот, пожалуйста, у нас классическая русская литература, не только употребляется это в текстах, но и в названиях многих литературных произведений. Могу привести примеры, начиная с Пушкина или там классических переводов даже 20 века, советского периода, слово «жид» используется в классической русской литературе и в переводах классической мировой литературы. Вот, и в какой-то момент, когда я ссылаюсь на пушкинского «Скупого рыцаря», судья мне заявляет, мы не говорим на языке Пушкина. Еще раз, они не говорят на языке Пушкина, то есть судьи, прокуроры, вся эта вот челядь кремлевская, они не говорят на языке Пушкина, поэтому для них слово «жид» может быть истолковано как угодно. В общем-то, они его так и истолковывают. Это называется объективное вменение, объективное вменение вины. Субъективная сторона есть, ну, конечно, да, человек произнес слово «жида» – большевики, отделяют большевики, выбрасывают, как будто это не часть слова, анализируют только фрагмент того слова, который использовал Атаман Трухин, и объявляют, что объективно в этом слове содержится возбуждение розни в отношении группы евреи, в отношении группы иудеи. То ли обеих этих групп, то ли одной из этих групп, так и непонятно ни в обвинительном заключении, ни в мнении специалиста, но неважно, вот объективно. А кто же объективно оскорблен? Покажите хотя бы одного человека, который почувствовал возбуждение розни. Вот я лично почувствовал возбуждение розни к российской власти, когда читал обвинительное заключение, абсолютно подложное, с массой всяких глупостей, в том числе и под копирку написанными показаниями так называемых свидетелей, среди которых подавляющее большинство – это сотрудники полиции, подневольные, им сказали подписаться. Они подписались под идентичными текстами. И еще случайные прохожие, которые тоже для них составлен был идентичный текст, они его подписали, но там с совершенно незначительными изменениями по этому тексту. И когда я это читаю, я действительно возбуждаюсь, и я хочу, чтобы эта власть ушла раз и навсегда. С Путиным, со всей его группировкой, которая сложилась вокруг него, там Медведев, Шувалов, там все эти олигархи. В общем, полный список, который опубликован американским Минфином, плюс еще там Чубаис, Кудрин, Набиулина, еще целый ряд чиновников, которых мы хорошо знаем, и еще целый ряд олигархов, которые не попали в этот список. Но мы-то их в русский список, конечно же, включаем, и все эти люди должны оказаться за решеткой, полностью лишены всех прав состояния. У них должна быть реквизирована вся собственность, и у их родственников, которые за их счет жили и получали от них что-то, тоже все должно быть реквизировано. Американцы нам в этом не помогут, потому что если они что реквизируют, то оставят это все себе, все зарубежные счета, они арестуют и будут использовать для себя. Если мы хотим уворованное все-таки вернуть в Россию, то нам надо проголосовать за Грудинина. Грудинин арестует эти счета через Интерпол по возбуждению уголовных дел здесь, и мы будем возвращать эти деньги в Россию, а не оставлять американскому Минфину. Это надо делать сейчас. Время будет упущено, если на выборах снова объявлен будет президентом Владимир Путин, потому что он является защитником этих олигархов, но и соблюдает интересы американских олигархов. Что бы там ни говорили, он является самым проамериканским президентом или правителем во всей истории России. Самым проамериканским, самым предательским и самым правовским. Рекорды поставлены прямо вот по нескольким номинациям государственного управления. Если не сменим его, то считайте наши денежки, там в ближайшее время было вывезено триллион долларов, вот все это уйдет туда. Триллион долларов, какая-то сумасшедшая сумма, ее даже невозможно объять умом. Поэтому нам надо использовать исторический шанс, он реализуется только в одном случае. Если на выборы придет 80% избирателей и если большинство проголосует за Грудинина, все должны прийти и мы должны убеждать всех своих знакомых, родных и близких, чтобы они приходили, чтобы остановить политические репрессии и вернуть в Россию украденные олигархами капиталы. Россия – русская власть.